вот мы в парке юбилейном прогуливаемся верный что у тебя намордник вот он хорошо видишь они как вас быстро полюбили тайга и вот сейчас мы пойдем на наши площадки иди гуляй гуляй вот пристанет их все ко мне иди гуляй птички поют тут хорошо тихо там у меня белки живут даже слышите пение птиц конечно посмотрите видите какой кайф ловит да хорошо им тут что пристал то иди гуляй бегай вперед это уже нельзя назвать парком это лес лес да потому что парк это все ухожено деревья эти все ветки подрублены подрезаны и так далее видно что это культурный оккультуренный лес здесь возможно грибы можно найти правда когда-нибудь вот подходим к нашей площадке дрессировочной да верный не балуйся вот они разыгрались верный ураган ну-ка иди сюда ну-ка давайте рядышком рядом рядом как у без поводка научились ходить ну-ка заходите вперед мне еще поснимать без поводка верный ураган рядом рядом ураган верный верный рядом хорошо рядом и отходите надо рядом ураган рядом хорошо тайга рядом иди ко мне иди мой хороший ураган куда пошел рядом верный рядом ураган рядом вот я их сортирую как колоду из карты в карты в карты в карты в колодах рядом рядом спокойно ураган самый невоздержанный это ураган не хочет рядом поедет рекс самый спокойный рядом верный верный птичек очень любит ловить рядом рядом сидеть вот табличку мою снимите я вас сняла пока вот вашу табличку я вас только что сняла крупным планом сергей палыч я повязал крупным планом сняла ваш чемодан сидеть вот выдержка сидеть гуляй что такое почему слабый этот собака ленивая слабый спокойный такой вот у него темперамент такой и что вот он вот тоже в на обучение он у меня третий день всего не освоился может быть только то то есть вы до взяли его на обучение да надо месяц или на два верный ко мне ко мне сидеть хорошо ураган 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 ко мне эти уши то сейчас прочищиваем вот молодец вот вот площадка она тут была конечно очень так сказать вот это вот я оградил вот своими руками можно сказать люди помогали вот затрат практически никаких не стало этот забор и городик вот этот вот забор правда я потратился на сетку рабицы я сначала шинами огородил их ну сетку хорошо но ведь надо же какие-то и орудия чтобы они бегали прыгали вот вот три снаряда пока это маловато да вот это бы надо людям скинуться чтобы построить побольше да и более профессионального уровня для больших собак крупных смотрите как они носятся я же включилась такой в интервью вы заметили что я уже включилась брать интервью для делать фильм об этом да территории замечательная размер достаточной для обучения только необходимые орудия гимнастические орудия для собака конечно надо скинуться найти мастеров кто бы это сделал но я видел одно соревнование этого где-то в другом месте проводили правильно я видел ваши соревнования вы проводили конечно другом месте да там большая территория они очень любят играть вот такими камерами грызть их или что да тянуть укрепляется хватка при этом значит надо куда-то на шиномонтаж подъехать у ребят забрать какие-то старые изнушенные вот они сейчас так опорты где опорты ну ка ищи врага с палочкой опорта ищи Враган молодец, отобрал уверенного И постарше маленько Вот он по ладошке вчера забыл Сейчас я ему попробую Один вопрос С вашим опытом Вот в вашей компании появилась новая собака Всего два дня назад Как вы создаете такую дружественную атмосферу Между ними, что они спокойно друг к другу относятся Не дерутся, не грызутся А как будто бы одна семья Тоже им позволит драться Ну вот, как за два дня Как ее зовут? Это Рекс Да, как вы Рекса приучили, что он в семье Он, во-первых, по характеру сам такой хороший Вот Вот им забава Ну Рекс пока еще Не вкупился И даже неинтересно Посмотрите, он цветы нюхает Он на душе нюхает Он романтик Это на душе Он романтик Вот он такой Ему цветочки понюхать Удивительно А какие пожелания у хозяев? Что они просили сделать? Послушный и воспитанный пес Желательно, чтобы охранял Я говорю, по охране, говорю Я не волшебник, говорю Я попробую, конечно Искусственностью сделать ему Ну там он, говорит За забором лаял Здесь у меня тоже на площадке Когда я их расстраиваю Тоже он лает Вот Ну и вчера пытался даже Хватку делать Ну Не его это стыдя Они вот из одной семьи То есть вот тайга маленькая Он дальняя рвет Вот она с рабочего питомника У нее отец В этой тайге В полиции работает То есть у нее хватка хорошая Она вот видите Все, ей это надо А вот он с другого питомника Ишел в разведение Длинношерстный Вот ему ничего не надо Ну то есть Нельзя его воспитать, да? В охраннике Ну и искусственно А все, что искусственно Это ненадежно То есть ему природа не дано То есть он на истинке Самосохранения будет это делать А вот с желанием Как вот эти вот Их никто не заставляет Я поставил Да, да, да Кому кусаться Кому цветочки нюхать Рожденный ползать Летать не может То есть вы так хозяину скажете Да? Я ему сразу так и сказал Говорю Послушание я сделаю Он команды Будет выполнять У него выдержка уже Как бы есть Но даже морда добрая Морда добрая Морда добрая Да, да Как он там может защищать Он всех пригласил в гости Он болел Там все это Он болел Вот Ну что мы о собаках Давайте с вами пообщаемся А со мной? Да Господи Ну давайте Что вы хотели рассказать? Ничего не хотели Интересного нам Нет, нет, лучших вопросов задавайте и все Поведать Говорю Говорю, что без мешочка и специальной лопатки гулять нельзя Где нельзя? В парках В каких? В любых Вы шли бы на прогулку, у вас с левой стороны собака, а справа это совочек с мешочком в любой зоне В какой стороне? В Соединенных Штатах В Соединенных Штатах И если вы идете только с собакой, в любой момент из-под земли возникает полиция и напоминает вам, вернитесь домой, возьмите все оборудование, чтобы не оставлять никаких следов Но вы считаете это же неплохо? Нет, дисциплина Я говорю, это воспитывает человека Вот У нас в России тоже сейчас приняли закон об ответственном обращении с животными, где тоже вот штрафуют и... Как вы считаете, это правильно? Надеюсь Все пошагово Все довольно медленно Пошагово Фу! Фу! Все Оторвали уже, смотрите Оторвали нас напоминает, что сегодняшнее состояние России во всем, в экономике, в культуре, с собаками, это Америка послевоенная Понимаете какой разрыв времени? 70 лет, я думаю 70 лет То есть мы от Америки на 70 лет отстали, получается? Не отстали, поймите что Или все по спирали И по спирали Просто если вы хотите, то будете закручивать И будете вы такими образованными Выполнять все правила Четко, неукоснительно, боясь штрафов Если хотите, это пожалуйста Не, ну вы видели, я сейчас шел, я на всех четырех собак надел наморники Раньше этого даже и подумать о себе не мог А зачем? Они у меня дрессированные, я знаю команду фу даже Да и кто будет провоцировать такую стаю Безумие столько Поэтому, ну зачем? Ну положено Положено или заставили обстоятельства Вы сами сказали, что нападали собаки на людей И поэтому закон появился новый Нападали бродячие, не дрессированные Бродячие Вот Либо Нападали собаки у невоспитанных хозяев Если собака невоспитанная Наденешь ты на нее наморник Она И в наморнике тебе Сделай все что нужно Да Вот у нас девочка гуляет в наморнике с невоспитанной собакой И та нападает, она ее удержать не может Мне неприятно На мою собаку кидается Дело то не в наморнике Дело Вот раньше были времена в ДСААФ Во времена ДСААФ ДСААФ знаете, как перешифровывается? Да, да, да Добровольное общество, содействие армии и флоту Там без прохождения курсов невозможно было приобрести собаку Курсов дрессировки Вот Это важно, чтобы сам хозяин был образованным человеком в области собаководства Да Чтобы он сам понимал, что такое собака И что с ней делать, отвечать за нее Чувство ответственности Это или инфантилизм Это эпоха инфантилизма И поверьте, что эта эпоха инфантилизма Она всюду, во всем мире Я только что вернулась из Германии Там только вот такого размера собачки Других нет Два месяца я там А где большие? Куда дели? Нет Куда дели? Я спросила у сына, который там живет Где большие собаки Он ответил, не знаю ли это его мнение или это закон Людям неинтересно большую собаку Элемент инфантилизма Или маленькую собачку Не, ну в Германии немецкие овчарки, они же есть Я удивилась, поэтому я спросила Тима, где немецкие овчарки в Германии? Вот только такие Первое, экономическая страна Содержать Дешевле экономичнее маленькую Второе, легче с ней обращаться Это игрушка Это уже другое состояние Германии Лучше со всех позиций Держать собачку, чем ребенка Рекс, иди гуляй Иди гуляй Что ты там? В Германии нету В лесах нету этих комаров А здесь уже на этой площадке комары заели Это говорит о том, что у вас еще хорошая здоровая экологика Это вы говорите, что заели Вы в Потеряевку приедете Вот там Это не заели Это по сравнению с Потеряевкой Это нету комаров здесь Я не вижу ни одного комара Можечки Нет, комары Вот И там у нас еще даже запрещено мазями пользоваться Вот это вот, конечно, весело Что химия А мы за экологию Мы за экологически чистых комаров Ну раз Игнать Тихоновичу накусали лицо тамошки Он потом думает, наверное, лучше бы я обмазался Так он ввел, нет? Что можно пользоваться? Нет, не ввел Ну, да как у нас, у нас свобода Надо такие бутылочки купить О Вот эти вот птички появились первый раз Я там какие-то Я не знаю Как они называются Вот Вот А не знаешь, что делать Да, что я делаю А вы вот это Пойдемте, скажите ему, чтобы он барьер взял Осторожней Это Не надо Нет Пойдемте, пойдемте сюда Он, если у кого-то что-то в руке Он хочет поиграть И он берегов не видит Вот Вот Ну давайте вот с этого начнем Врага Сидеть, идите сюда Сидеть Вставайте рядом с собакой И жестом ему показываете и говорите барьер Барьер Все Верный Сидеть 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 Ураган Барьер 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 Все Да Все Все пока кроме Рекса Давайте на следующем Э Ко мне Верный Рекс 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 в домике Вот так Зачем мне ваша дрессировка Скажи Я диванная собака Российская Шоу разведения Мне ваши эти барьеры На дух Два года А что же хозяева не видели по его морде Какой он домашний Ну Че Они взяли для дивана Верный Верный Рядом Верно. Тайга. Рядом. Ураган. Сидеть. Сидеть. Рядом. Сидеть. Сидеть. Вставайте тут рядышком. Не, не, не. Собака всегда должна быть слева. Да, я помню. Сидеть. Просто их много. Я никогда не была в обществе. Все. На счет три команда. Раз, два, три. Барьер. Хорошо. Здорово. Синхронно почти, да? Ну что, пойдемте на бум. Рексик. Вот он сидит в домике. Я спрятался. Молодец. Пришел. Пришел на дресс-площадку. Рексик. Вот, хороший мой. Вот, выскочил. Да. Говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи мне, кто твоя собака, и мне все будет понятно. Не правда ли? Ну, тут еще ничего не понятно. Верно. Ко мне? Нет, по поводу Рекса. По поводу Рекса? Конечно. Ну, там, видите, там город, где нет дрессировщиков хороших. Вот, поэтому они из другого города привезли. Вот, у ее мамы, вот эта вот хозяйка вот тайги, она в Барнауле живет. А дочка, я забыл в каком городе, они живут где-то на севере. Там 50-ти градусный мороз, поэтому не взяли такого длинношерстного. Вообще длинношерстная собака это племенной брак. Сидеть. Ну, да. А потом из-за денег сделали ее тоже нормальной собакой. Она, когда по снегу бежит, у нее намерзает лед, и она останавливается. Вот, писать, собака бежит по следу. Да, прилипает к шею. Вот. Ну, че, командуйте ураганом. Ураган, вперед. Вот и все. Верный? Ну-ка, Рекса научите. Стоять сюда. Ну. Рекс, пошли. Сюда, пошли. Тихо, тихо, тихо. Тяпнул меня. Тяпнул? Да. Ну, это вы его за строгий ошейник взяли. Да, это не тяпнул. Это не тяпнул, но тяпнул же. Это вот ему... Ничего себе. Неприятненько было. Ну-ка, поснимайте. Рекс. Пойди, мой парус. Пойдем, попробуй. Попробуй сейчас у тебя. Потому что вы его за строгий ошейник взяли, наверное, у него есть ником. Ну да, он сначала пискнул. Ему было не комфортно, неудобно. Ну, значит, надо было выполнять команду. Лодер такой лохматый. Давайте я с этой строгой. Лодер не хочет, видите как. Вот так же пищит. Хорош. Ну, пойдем. Не, надо ему сначала на конкурс. Шага! Ко мне! Река на подражание надо сейчас. Если его... Верный! Фу! Ко мне! Редом! 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 Все, вот так вот в сторону отойдите маленькую, чтобы всех выголовили. Еще подальше. О! Вперед! Вот так, вот так, вот так, вот так. Мне это не надо, что-то. Вперед! Нет! Ну, все. Нет! Я бы давно сдалась с этим вариантом. Не только ленивый, трусливый овчарка. Вот в чем беда. Бред! Он еще этого боится. Бред! Совсем плохо. Совсем диванный. Вот, совсем диванный, совсем диванный. Ладно. Ничего. Главное терпение и труд все перестал. То есть вы хотите добиться, чтобы бегал, прыгал? А, он будет прыгать. Будет прыгать. Это делается с двумя полосками. Один там, другой здесь. Пару раз вывозит, и потом он. Вести к самосохранению. Это вот... Ну, даже мы сейчас возьмем, разгонимся. Два поводка вы там будете. Я здесь один раз, и потом он сам будет прыгать. Да он же боится. Посмотрите, как он начинает к вам прижиматься. У него какая-то паника. Что-то психическое. Какой-то стресс переживал человек. Короче. За мной. Хорошо. Рекс. Иди, сколько любимый плат. Давайте, мой плат. Кадайте мне по воду. Дай. Стоп, иди сюда. Рекс. Рекс. Опять в свое укрытие. Видите как? Иди сюда, иди сюда. Давай верёвочку. Маленькую верёвочку дадим дяде. Уже хорошо. Уже сам. Ко мне. Ну, Сергей Павлович, чудеса. Чудеса в две минуты. Ко мне. Ну, чудеса. Вот. А когда я вам сказал, что он будет в этот... Да. Вот он никогда не был здесь. Ну, сами видели, что он боялся. Лежит. Адаптируется, разглядывается. Рекс, ко мне. Хорошо. Хорошо, ко мне. Вперёд. Хорошо. Рекс, ко мне. Хорошо, ко мне. Ну, тогда это видео надо этим хозяевам и отправить. Чтобы они обалдели. Какой прогресс в две минуты. Правда, правда. А у вас есть их имейл, там что-то? Чтобы прям каким-то образом через фейсбук, через имейл послать. Отправлю, конечно. Молодец, Рекс. Вы включаете. Вот вы снимаете всё это и включаете, показываете вашу работу своим, так сказать, заказчикам и так далее. Молодец. А как сесть, дать тебе лапку, лапку дать тебе? То есть ты мне дашь лапку похвалить? Да, да, да. Во-первых, сесть надо, Рекс. Садиться надо. Рекс. Сесть и лапу дать. А? Сядь и лапку дай. Сядь и лапку дай, Рекс. Лапку дай, ты меня тяпнул. Сам не понимает даже этого. Да? Ты меня тяпнул, между прочим. Ты меня тяпнул. Добрая собачня такая. Так, ну беги. Так, ну беги. Ну как вы будете... Вот. Лапу, лапу, лапу. Дай лапу. Лапу. Дай лапу. Дай лапу. Если он не знает, это... Да, да. Дай лапу. Как научить за две минуты лапу подавать? Тоже не верю? Не верю. Так же как. Ну показывай. Лапу, видите, не подает. Но я его не обучал. Лапу, два дня он у меня. Давай. Почему морду ему закрываете? Что это означает? Я закрываю ему кислород и теперь попытаюсь он освободиться вот от этого, он начнет поднимать лапу. Как правило, он обычно нормальная собака. Вот. Если она не умеет дышать. Но это не такой характер. Он смиренный. Другая собака сразу лапой начинает меня... Ему надо показывать. Хоп. Лапу открыл ему. Да, да, да. Погладил. Да, 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 да. Хорошо. Вот комфортная зона. Теперь раз. Опять дискомфортная. Чтобы ему вернуться в комфорт, ему нужно поднять лапу. Я ему опять показываю. Хоп. Хорошо. Чтобы он запомнил. Да, лапу. Хорошо. Лапу. Комфорт. Лапу. Лапу. Вот. Лапу нет. Главное, ты очень красивый. Он уже начинает как бы немножко вспоминать. Лапу. Лапу. Ай, хорошо лапу. Хорошо лапу. Хорошо. Главное, ты очень красивый, когда у тебя лапа поднята. Дай лапу. Добрый, добрый пёс. Дай лапу. Дружественный с лапой. Дай лапу. Всем говоришь здрасте. Дай лапу. О, видели, сколько прошло времени. Минуты две, да? Меньше. Меньше? Да. То есть, вот, это не чудеса, не какие-то. Это просто опыт. Опыт. Хорошо. Опять. Дай лапу. Дай лапу. Вот. Теперь он, видите, пытается как бы думать лечь. Я ему не даю. Вот лапу дергается, видите. Дай лапу. Рекс, дай лапу. Видишь? Только что дал лапу, получил и забыл тут же опять все. Рекс, дай лапу. Опять я ему показываю, напоминаю. Хвалю лапу. Хорошо лапу. А не подкармливаете собаку, когда тренируете? Дай лапу. Дай, подкармливаю. Сегодня-то поторопился, нельзя. Рекс, дай лапу. Рекс, дай лапу. Ай, хорошо лапу. И тут еще главное сместить центр тяжести на эту лапу. То есть вот я говорю, дай лапу и раз вот сюда маленько, дай лапу. Чтобы у него это свободное было. Дай лапу. Раз вот сюда маленько вот сталкиваю. Дай лапу. Но. Ложится, лодырь такой, а? Дай лапу. Лодырь, патологический лентяй. Ну, два года, конечно, очень трудно. Если два года жил в полном комфорте. Ну, вот у меня вот смотрят на него, говорит, ему вот смотришь на него, кажется, вот он по развитию 8 месячных щелок. Вот, но он болел, говорят, что-то у него проблемы с кожей были. Ну, и уши пахнут. Да, с ушами у него еще проблемы. Хозяева ничего не сказали вам про это? Нет. Я думаю, что пахнет, ему надо уши чистить. Это опять информация к хозяевам. Ленивые, неактивные, не очень хорошо заботятся. У них были с этого питомника собаки. Я им порекомендовал вот тайгу. Тайгу взяли, сейчас вообще не на радость. Ничего не надо говорить. Одна и та же семья? Мама и дочка. А, да. Вот эта собака была... У мамы. Да, потом дочка уехала, забрала его. Я его два года начинал дрессировать немножко. Угу. Он тогда побаливал. Сидеть. Хорошо. Лежать. Вот, лежать научил, выдержки его научил. Вот. Команде ко мне, вот, вы верите, что я его сейчас научу за две минуты по команде ко мне бежать галопом? Ну, давайте начнем. Вы верите, Лидер? Ну, и я уже убедилась в двух примерах, конечно. А, в двух примерах, что это да. Вот. Ну, для этого используется инструмент, называется электроошедник. Я бы назвала, Сергей Павлович, у этих вечная разборка. Правда? У них разборка. Ну, у них игра там. Вот, ему нужен толчок. Я за два дня понял. Пнешь под задницу, работаю не пнешь и не надо. То есть, желания нету работать. Ну, с такими собаками просто тогда работаем методом принуждения. Так же, как и люди. Есть подневольный раб, ему не нравится работать. Есть наемник, который работает за деньги, а есть, который за совесть. То есть, он как для Господа все делает. Этот пока на стадии подневольного раба. Дрын есть. Рядом. Вот. Вот, за два дня я его научил. Без поводка. Рядом. Угу. На электроошейнике. Методом принуждения. Конечно, он ходит нерадостно. А у него все нерадостно получается. Вот. Но это не моя вина, что я там такой садист, как вот меня представляют. Нет, нет. Завистники. Просто такая собака. Вон он нерадостный. Моя уже встанет собаки. Лежать. Он нерадостный вообще. Очень спокойный, очень ленивый. И вот мне тоже в Потеряевке. Я был, тоже привезли такую вот собаку. Вернее, я там нашел. И дрессировал. Игнать Тихонича поснимал. Угу. Ну и говорит, как же он выразился. Тоже. Ну тоже на камеру снимали. И сказали, что какое-то слово. Ну типа. Инфант. Можно бы подобрать? Инфантильная собака. Ну, некоторые подумают, что вот я дрессировщик вот такой. То есть я забил собаку. Все. Ну, видите. Вот сейчас я покажу, как она по команде галопом побежит. Лежать. Мы лежим. Мы слушаем. И палку не берем. Рекс. Лежать. Молодец. Меня даже послушал. Молодец. Ко мне. Ко мне. Рекс. А, потому что вы рядом. Он знает, что к человеку надо. Надо было вам отойти. Он еще не понял. Он еще не понял, что мы разные. Странно. Я не вы, вы не я. Почему он запутался в нас? Почему он ко мне... У него нету хозяина, потому что. Рекс. Иди ко мне. Рекс. Ко мне. Хорошо ко мне. Хорошо. Хорошо. Лежать. Вот сейчас отсюда снимите. Лежать. Стойте там. Раньше команды побежал. Вылез. Вылез. Лежать. Лежать. Прога. Режи. Держи. Режи. Режи. Лежи. 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 вот сейчас еще и метод подражания кто первый до нас добежит ко мне ко мне видите он бегом бежит потому что в стадии потому что в стадии да вот потому что электроошейниками я подгоняю вот а до этого бегут а он нет все электроошейник подает импульс да да то есть шок 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 да он его пугает этот шок или вы видели как вот он сейчас вот тут сейчас я нажму ведь он колит ему здесь и он сразу ищет спасение как будто пчелка какая-то его кусает рядом отстал маленькая раз ему плохо рядом вот я здесь ему фазу комфорта делаю я вас его он стоит а фазу дискомфорта сразу включаю и вот он как ниточка за иголочкой а мне интересно конечно конечно это целое искусство настоящее искусство кто-то мне сказал из моих клиентов наталья вот она первое место заняла без как к сергей павлов дрессирует собак можно наблюдать часами но он придет так вот станет стоять с ними работает нравится мне это дело бог дал таланты развиваю сам мастер спорта сам учусь до сих пор езжу все равно семинары узнаю что-то новое мастер спорта в какой области кинологический спорт современная двоеборья вот я с этим ураганом выиграл чемпионат россии кинологический спорт современного общий код дрессировки защитно-корольная служба называется современная двоеборья вот тайга видно и это тайга сидеть сидеть лежать сидеть и ураган тоже на подражание стоять лежать но именно вы работаете только с немецкими овчарками или любым любым а вы разве не знаете что у каждого свой характер своя натура природная знаю все эту к этому один подход нужен к этому другой как бы ну психология так же как с людьми человек когда работает все гуляй хорошо что вот но огороженное мы никому не мешаем можем заниматься и у них нет желания убежать им здесь хорошо достаточно занятий конечно конечно но с тобой работать будем работать будем а попробуйте забыл он уже или еще нет пройти этот путь перепрыгнуть залезть и по бревну к сейчас без поводка попробую он побежал на свое место конечно вот все уже залег да он уже залег рэкс 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 ко мне ко мне рэкс нет он не поймет его нужно направить яму роет рэкс 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 да стоп 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 сидеть сидеть а теперь нажмите камни он к вам видите и даже камни ну что что спутал пойдем туда рэкс нет 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 рэкс иди сюда 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 молодец хорошо победа заблудился человек Хорошо, давай дальше, дальше. Молодец. Хорошо. Рекс, ко мне! Рекс, ко мне! Вон, видишь, туда. Фу! Нашел там убежище. Рекс, я твое убежище. Ко мне! Где ты? Адам, где ты? Хорошо. Адам, где ты? Ты хотел от Бога спрятаться. Я твой Бог. Еще уроки Библии к собакам. Конечно, все. По принципу... Так, ну-ка, давай. Ой-ой-ой. Ой, как все. Какой ты патологический трус и лентяй. Ну, это исправимо. Я сам такой же был когда-то. Давай! Давай! Давай, давай. Хорошо. Ко мне! Хорошо. Хорошо, мой мальчик. Хорошо. Хорошо, мой сладкий. Вот это инстинкт самосохранения. Работает сейчас. Какой бы ты лентяй не был, но если угроза жизни, ты себя сохраняешь, ты пойдешь работать. Если не хочешь умереть с голоду, или не хочешь умереть с ударом. Конечно, это видео не понравится многим. Но оно работает. Это хорошее видео, показывающее все труды. Ваши труды и его развитие. Ко мне! Как собака развивается. Хорошо. Вот. Хорошо ко мне. То есть там дискомфорт, здесь комфорт. Команда ко мне. Вот неприятного к приятному собаке стремиться. То есть выучили команду ко мне. Вот. Сейчас нужно ему научить самостоятельный сход. Ко мне. Вот ты молодец. Хороший Рекс. Не безнадежно. Не безнадежно. Так. Ну а тот барьер нужно с маленького начинать. Ниже этого, да? Да, сломали постепенно ему надо. Рекс, Рекс. О! Начал быстро бегать. Хорошо. 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 Рекс! Привет! Ко мне! Рекс! Ко мне! Хорошо. Еще вопрос, Сергей Павлович, вам как профессионалу. Да. Когда собаке лучше? Вот такой, как бы, дикой диванной, комфортной, только комфортной? Или когда она прошла тренировку, обучилась многому и стала совсем другой собакой? Когда ей лучше, ленивый, глупый или активный, напряженный, нервный? Нельзя спросить у нее, конечно. Ну, собак принято сравнивать с человеком. Вот. И я вот был неверующий. Я был ленивый, глупый, ничего не активный, как бы, ну, а сейчас уверовал в Христа. Смысла в жизни не было. Да, да. Вот у него нету смысла в жизни. У этих собак появился смысл в жизни. То есть они радостные, активные, они живут. А у этого все впереди еще. Угу. Он уверует и станет настоящим псом. Да. Верующим, скажем. Он не верит пока, вот... Даже не верит, что он может в свои возможности. Да, да. Это прежде всего. То преодолел, то преодолел. Ему не честнее будет лить. То помощь Божьей. То есть я для него Бог. Понимаете? Да, да, да. Это человек по гордыне своей. Думается, он все сделает сам. И чего он не сможет? Есть кисточка в Божьих руках песня Светланы Копыловой. Очень мне нравится. Когда художник рисовал. И потом возгордился, что я могу углем нарисовать там небо. Ну, как? И Господь отнял таланты. Потом, когда понял, что я кисточка в Божьих руках. Бог мне дает это знание, понимание, как собаку научиться две минуты. На то, что люди тратят месяцы, может быть. Вот. И все. Все, Рексик. Вот. Может быть даже его взгляд изменится, да, вы думаете? Да, да. У меня же тайгуша тоже попала. Она такая глупенькая, смотрела. Так все, как бы все. Но она возрослела еще. Вот. Сколько времени прошло? Он ласковый. На это возросление. Не агрессивно. То, что он вас цапнул, конечно, но... Это растерянность его, паника. Вот. Ну, это, конечно, вот. Хозяева очень его любят, как бы, вот. Может быть, даже пока слишком много. И... Много любви, мало дисциплины у хозяев сегодня. Ну, насчет дисциплины я бы не сказал, что он какой-то там хулиганистый. Он не хулиганистый. Он не хулиганистый. Он, как вот... Вы рассказывали, что я не думаю, что он там... Будет что-то там рвать там или все. Он ляжет и спит дома. Чтобы собака дома спала, ее нужно выносить на площадке. Вот еще в чем секрет. Можно клеткой решить этот вопрос, а можно выматыванием. Алло. Здравствуйте. Знаете, да? Есть такой... Обращайтесь. Юрк, 7 месяцев. Ну что, пойдем к собакам. Пойдем. Юркширский терьер, 7 месяцев, маленькая собачка. Вы хотите ее дрессировать? Не дрессировать, нет. Он просто неоднократно уйдет себя на улице. А в чем это выражается? Хватает все с пола и грызет, и не отдает. Вам не отдает то, что находит на улице, да? Да, да. А вам бы хотелось все, что он нашел на улице, хотелось бы, чтобы он вам все отдавал. Хотелось бы, чтобы он вообще лишнего не поддавал. Ну понятно. Вот. Знакомая ситуация, решаемая. Вы как-нибудь наказываете свою собаку? Муж. Муж наказывает. А вы? Ну, редко. А почему? Ну, потому что не слушается меня, он огрызается. А, то есть вы боитесь его наказывать, потому что вслед за наказанием он вас начинает отвечать? Да, он может, да, цапнуть. Может цапнуть, да? А мужа? Мужа нет. А почему? Ну, не знаю почему. Ну, понимаете, я еще и, может быть, как-то сильно люблю его. А муж? Да. А муж? Муж более адекватный. Муж более адекватный, чем вы в любви к своей собаке. Да. То есть вы хотите быть похожим на вашего мужа. Так вы спросите у мужа, как вести себя со своей собакой. Он вам объяснит. То есть вы нам не поможете? Помогу. Но я вам уже помогаю. Заметьте, бесплатно. Конечно, помогу. Давайте встретимся. Один, консультация у меня выездная 700 рублей стоит. Не выездная 500 рублей час работы с вами и с вашей собакой. С вашими детьми, с вашими мужьями, родственниками и прочими членами семьи. Прекрасно. Где вы находитесь, скажите? Площадка у меня находится в юбилейном парке, селекционно 11 700 метров от этого дома по аллее в парк. Так, подожди, запишу, селекционно 11, да? Да. Но предварительно нужно созвониться, чтобы я был на этой площадке. Безусловно. Я вот и хотела вам говорить. В субботу, скажите, пожалуйста, в какое время? В субботу, к сожалению, у меня все расписано уже. У меня групповые занятия. Да, суббота и воскресенье, ну никак. Суббота и воскресенье никак. Угу. Поняла, поняла. И так, 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 так. Хотя, хотя, хотя суббота вечер, если вас устроит. Восемь. Восемь, ну давайте. Ну все, на суботу на восемь я у вас записываю. Ну, только давайте не на площадке, наверное, а ко мне домой приедете, первое задание, занятие дома проведем. У меня. Ага. Горнолатайская 21, 355. Горнолатайская, еще раз. Дом 21, квартира 355. Да. Спасибо, будем. Ага. Да. Предварительно позвоните мне. Ага. Ага. Всего доброго. Всего доброго. Ну вот. Благословение Божие клиента послал. Слава тебе Господи. Вот так вот и работаем. Люди как-то меня находят. Да. Я и объявления клеил тоже в магазин. А сейчас что-то перестал. Ну, в интернете всякие ролики. Вот из этого видео сегодняшнего можно маленький сделать клип. Рекламный. Угу. Можно. Ну что, давайте, наверное... И куда-то поставить. Пусть Калиников куда-то поставит. Или вот ваши модераторы попросите куда-то поставить. Так-так, там материал хороший, да? Да. Здесь можно отредактировать. Ну вот. Отдельные вещи очень интересные. Очень. Особенно с тобой. Особенно с тобой. Ну, Калиников что-то мне загнул 50 рублей. 50 тысяч за клип. Я что-то... Ну вот. Ха-ха-ха. Любит человек деньги. Но... Вы же говорите делали фильмы. Это вот реально? Ага. Угу. Продолжение следует...